На Даре проходит первый официальный турнир дворовой гимнастики. Не имея профессиональной подготовки, в качестве учебного пособия эти уличные спортсмены, или как их еще называют турникмены, используют видеоролики в интернете. Сергей Пикулин оценил подъем-переворот и офицерский выход гимнастов. То, что сейчас эти молодые люди делают на турнике, называется всего лишь разминка, чтобы мышцы разогреть. Основную программу до выступления каждый участник держит в секрете. Свободные от учебы или работы время уличные гимнасты проводят на дворовых перекладинах и брусьях. Каждый может выйти во двор и потянуться на турнике на брусьях. Для этого не нужно идти в зал, платить деньги, не нужно быть спортсменом и 9 раз в неделю заниматься. Просто для своего удовольствия, для здоровья. В интернете можно найти огромное количество роликов на тему дворовая гимнастика. В Америке, Европе популярность этого уличения сейчас сопоставима с уличным баскетболом или паркуром. Сами себя такие спортсмены называют турникменами. Несмотря на то, что это модное течение пришло из-за границы, российская техника базируется на классике советской физкультуры. Склепка, выход на две, ласточка, подъем-переворот, офицерский выход. Об этих упражнениях слышал каждый, кто хоть раз висел на перекладине в школе или во дворе. Занятие уличной гимнастикой, пожалуй, является одним из самых малозатратных. Для этого нужен только турник и огромное желание. Профессиональные турникмены советуют начинать с самого простого, то есть с обычных подтягиваний. А вот такое без специальной подготовки лучше самому не делать. Соревнования проходят в нескольких дисциплинах. Силовой фристайл, все, что связано с подтягиваниями, отжиманиями. Тут главное количество повторов. И технический фристайл. Самый зрелищный. Здесь много сложных элементов, в основном из спортивной гимнастики. Константин Павлович мастер спорта Советского Союза. Здесь он единственный профессиональный гимнаст. Очень ребята смелые, надо сказать, что по такой поводе, на перекладине, такие элементы делать, это нужна подготовка. Как уверяют организаторы, этот турнир в Краснодаре хоть и первый, но далеко не последний. Сегодняшние победители будут готовиться уже ко всероссийским соревнованиям. Сергей Фикулин, Сергей Полянский, Сергей Бавков, Елена Морецкая, НТВ, Краснодар.